а многие спрашивали как выглядит техничка в команде с рт и но больше спрашивали на технической составляющейся что там внутри что снаружи там что мы возим и так далее но я расскажу про всю техничку и мне в этом будет помогать наш незаменимый менеджер артур и мы расскажем как это все у нас выглядит изнутри как у нас выглядит сейчас сервис мы находимся на гонке волоска в чехии так что давайте начнем артур добрый день привет расскажи что это за техничка что за модель и почему такая крутая но машина значит скания на базе скания создана специальная техничка для обслуживания гоносик машин во время ралли и значит раздельного в две такие части первая как бы желая часть здесь с выдвижным боком чтобы было просторно место для инженера с мониторами место я делаю какие там свои дела по папу по бумагам вот ну и гонщики гонщики штурма может тут отдыхать тут мы можем посмотреть на грамм посмотреть и запись с допов так что как бы уютно просторно много света и как сказать чтобы могли себя хорошо чувствовать на гонку чтобы не было это ну как-то ну туго да чтобы было весело да но я тут на самом деле слушаю музыку потому что мне этот он борде с моей можно и со встроенными динамиками и отдельная тема что так как техничка изнутри белая она окажется более просторный вот и отдельно потом сниму как вот это выглядит отдел который выдвигается потому что время как бы находится когда машина когда техническая находится в неразобранном состоянии это все находится вот здесь вот посуду наверно где-то а в реальности вот она он превращается такой большой домик вот но в тот принципе что у нас есть холодильник с мясом вот и всякие ништяки как кофемашинка раковина то есть как в принципе во всех кухнях так скажем вот при этом у нас есть наши ящички где у нас хранятся и комбезы всякие ништяки сейчас он не так много потому что все таки это новая техничка для нас мы еще не все тут обустроили в плане вещей под диванами тоже всякие вкусняшки есть вот здесь вот при выходе здесь при выходе тоже мы там храним шлема и все остальное сейчас ничего нет сейчас все уехал уже на техкомиссию вот в принципе жилой отсек я думаю вам не столь интересно потому что он просто зависит от того какие возможности есть и как ты хочешь обустроить так и обустроишь к кухню давай артур про техническую зону поговорим ну ладно я первым обратите внимание чтобы не забывали где вы находитесь special edition да значит но это техническая зона ну начнем с самым главным чтобы ехать на гонках нам нужна машина нам нужно ее как транспортировать значит здесь мы его ставим на эти столы так чтобы максимально использовать пространство машина как бы занимать все здесь даже на стенках мы весим разные разные запчасти чтобы как бы по максимуму использовать это место и конечно под машиной тоже используем это место и здесь ящики полный даже разными деталями инструментом химия и так далее так далее всем тем чтобы у нас нужно чтобы могли машины мы поддерживать хорошим состоянием тут вот подвеска так понимаю вообще подвеска не буду доставать пацаны потом меня этот убит ну то есть да здесь у нас расписано да что где стоит чтобы все знали и когда нужно это реагировать быстренько потому что иногда у нас сервисы только 30 минут скажем так и бывает что машина не приезжает как она выехала скажем так это обычно я делаю да но как сказать это part of the game и как бы мы должны быть и быстро и привести обратно в такое же состояние чтобы экипаж мог выезжать и показывать хорошее время вот так что все подписано разные разные детали тут разные инструменты и так далее так далее так наша гордость чтобы найти нужные запчасти нужные болтики винтики и так далее это все тоже хорошо разложено по порядку расписано какие размеры и так далее так что ну чтобы собрать такое это требуется довольно много времени и и денег и денег скажем так да потому что но как бы как мы все знаем громко это не не очень так дешевые дела так мы должны быть готовы чтобы из какого-то маленького болтика у нас большая наша цель не не ускользнула как мы обычно говорим это подход вот с ними и сзади здесь вот вопрос а как машина-то заезжает вот этот задняя часть панели трака она опускается и на гидравлике получается поднимается лифт который машина вот поднимает в это в этот уровень и тогда машина заезжает сюда и тогда ханик его пристегивает тут и она может ехать долго на гонке вот так что в принципе так это все изнутри выглядит какие детали мы перечислять не будем потому что надо зависит машина каждый вот давай смотри что у нас снаружи как бы как это все как выглядит уже так скажем полноценный сервис вот такая техничка если реально посмотреть она то не особо большая потому что сейчас на камере она будет выглядеть огромной из-за широкого угла но в реальности не скажу что она прям большая тот самый актерс мне кажется был на на чуть-чуть больше нет ну очень-очень минимальная так ну ну так совсем-совсем тогда вот есть это тоже одни из вещей эти ящики опять же заходят между между солдами чтобы по максимуму заполнить все пространство и и потому что она надо сказать что чтобы выехать на гонки на выехать на мировой чемпионат нужно очень-очень много запчастей и инструмента и это все куда-то надо класть и надо использовать все пространство если посмотреть на грузовик тогда сбоку тоже есть снизу отсеки и с той стороны отсеки так что мы используем по максимуму все пространство вот так вот болотай палаточки как всегда красивые помыты давай покажем здесь у нас хранится автомобиль во время сервиса то есть я заезжаю отсюда встаю и ухожу туда а ребята здесь от работают вот а здесь отдельная так как при называется у нас отдел воспитал это юность до воспиталить и вот здесь все сидят общаются можно друзей позвать гостей вот на это гонка у нас она небольшая потому что местная гонка и никого не надо особо вот обычно тут же и кушаем и обедаем не отдельно пойдем покажу нашего главного человека команде валдис рубрика неудоб рубрика неудобный василий только я николай скажи ничего ты делаешь ну готовлю кушать всем спасибо на обед что у нас на фе на обед будет суп с фрикадельками и свинины и карбонатом с овощем в общем не будем вас я могу даже сказать что это ну на на маленьких гонках валдис у нас выступает поваром но на большие гонки это кухня внутри раза побольше потому что больше людей и и тогда уже приезжает профессиональный повар но по качеству оба не очень хорошие что молодец в окей все ребят спасибо за за обучение так скажем за информацию за что это было обучение ну ладно давайте сюда еще со стороны покажу как раз все это вот в принципе на сними сервис наверное как это все выглядит меня нет снимать я-то этот я маленький а у сервис большой то есть принципе это вот наш сервис на один автомобиль так скажем вот выглядит все довольно круто вот нет мне нравится туда заезжаем оттуда выезжаем все гоняем вот пойдемте покажу самое интересное то что мне конечно вставляет до этого у нас не было такой технички а сейчас сейчас когда появилась это конечно реально вставляет вот насколько у нее интересно выглядит вот эта задняя часть трака то есть вот вот это там где мы сидим оно как бы отсюда выезжает и это реально прикольно то что у тебя в итоге получается полноценный дом есть технички где еще с двух сторон выезжает но мне он не настолько фильтеперсовый ну вот так что получилось не коротко как обычно спасибо кто спрашивал спасибо за просмотр и так что будем радовать вас дальше и информации и результатами и всем пока